Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию немножко необычный стример для ловли судака на песчаных отмелях и перекатах. Если имеется там жерех, жерех с удовольствием берет эту приманку. Особенно заключается в том, что мы ее выполним в несколько необычных цветах, то есть практически в черном и немножко лишь добавим красным. Я поставил латунные глазки и огрузил хорошо свинцом. То есть мой достаточно огруженный 7 граммами стример будет хорошо достигать практически любых глубин. Отрезал вот такой пучок черного меха песца. Крепить я его буду так, чтобы он у меня находился вот в такой плоскости. Закрепили мех и слегка его расправили, чтобы он нам не мешал. Хорошо прихватили. Теперь в качестве привлекающего элемента у меня имеется вот такой черный голографический люрекс. Другого пока нежелательно. Мы будем имитировать рыбку, которая прячется от судака. Поэтому привлекательных элементов должно быть ровно столько, чтобы не вызывать никаких у него сомнений. Мне так кажется. Парочку с одной, парочку с другой стороны и немножко закрепим сверху. Подровняли, остатки отрезали. Как обычно, для того, чтобы мне не мешал, я возьму все это, подхвачу клеем. Заодно видно, как у меня хвостик. Очень хорошо все у нас устраивает. Скрыли место крепления нашего хвостика. Я закрепил кусочек вот такой лески, где-то 0,12 в диаметре. И теперь нам понадобится для дальнейшего тела вот такой обыкновенный перо с хвоста индюка. С обыкновенного домашнего, который мне пришлось разжиться. Отрезаю небольшой вырез. Примерно вот такой ширины. И перед тем, как его крепить, вот так вот слегка место это хвостика у наших скомкаю. Крепим здесь один вырез четко, чтобы у нас находился сверху. Перепроверимся. И второй вырез мы будем крепить снизу. Было V ПОТИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ПОТИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ПОТИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Подхватили материал, прихватили. Хорошо посмотрели, подровняли, выровняли, что нужно. И теперь мы в этом месте должны с вами закрепить пиро, которым мы будем обматывать тело. Я подготовил пёрышко гризли. Вы можете подготовить чёрное, коричневое, любое пиро, которое будет позволять иметь хорошую длину бородок. Вот приблизительно, как у меня, вот такой величины. Закрепили. И теперь точно так же красным даббингом можно использовать оранжевый, жёлтый. Но так как у меня под руками красный, я буду использовать красный. Мы до глазок сформируем наше тело. Промотали тело красным даббингом. Я добавил буквально щепоточку вот такого красного даббинга блестящего. Не приматывая, просто обхватил вот так всё тело. И теперь, подравнивая бородки нашего пера, сделаем обмоточку. Вначале делаем один полный оборот. И поправляя наши пёрышки так, чтобы у нас вышло ровненькое количество оборотов. Движемся до наших глазок. Дошли до глазок. И здесь выполним, не доходя пару миллиметров, выполним один полный оборот. Остатки пера закрепим и отрежем. Расчешем наши пёрышки. И разделим верхнюю часть по краям. И нижнюю в сторону, вот так, на две равные части. Теперь мы берём перо индюка, которое мы с вами крепили. И крепим здесь перед глазками. Следим за тем, чтобы не уходило в сторону наше пёрышко. Закрепили, пока ничего не отрезаем. Берём теперь верхнюю часть. Подравниваем. Не крепим здесь. Подтянем, если необходимо, по спинке. Пока ничего не отрезаем. Оставляем в таком положении. Только лишь хорошо подхватим наши перья. Теперь ещё раз подровняем наши пёрышки, чтобы они не были скомканными. Берём нашу леску и начинаем, раздвигая перья, сегментировать снизу и сверху хорошо продавливая наше перо. Закрепим окончательно нашу леску. Остатки отрежем. Подкрашу немножечко нить в красный цвет. Возьмём с вами немножечко оранжевого блестящего даббинга. из набора. И промотаем ещё раз хорошо глазки. Так. Так. Продолжение следует... Все хорошо. Этого количества нам достаточно. И теперь, для того, чтобы окончательно закончить наш стример, мне понадобится совсем-совсем небольшая щепоточка красного меха писца. Можно использовать зеленый, оранжевый, любой, который создаст контраст вам с черным телом. Убираем подшерсток и в районе крепления наших глазок, где колечко, промажем немножечко клеем. Продолжение следует... Буквально капельку. Это крыло я добавляю для того, чтобы при скоростных проводках стример наш не крутился. Поэтому цвет вы можете подобрать для себя, как я уже сказал, любой для вас подходящий. Прихватили так, чтобы он был ровной, симпатичной кисточкой. Как чубиком. И теперь окончательно я покрашу нить в черный, чтобы не менять. Сделаю завершающий узел и вскрою лаком головку. Я вскрыл немножко головку лаком. Также вскрыл перо индюка снизу и сверху, который мы выполняли как чехольчик. И наш стример готов к работе. Немножко необычен, но результативен. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.